Вот когда беседуешь, приходят люди. Ну это очень редко так случается. Сейчас я расскажу на ответ. Я говорю, вы не против? А у нас везде написано, правила какие. Всё снимается, выставляется в интернет. Ну я бы не хотел. Ну и всё, до свидания. Я щелкнул, и больше его нет никогда. Да нет, тогда ладно. Нет, не надо, зачем? Зачем же ты вышел из дома? Сиди дома, запрись, чтобы тебя никто не видел. Вчера был день Благовещения. Вот как прошли, за один день попробуем поделиться, что было радостного, как было, что было намечено, так ли было. Вот давайте, рассказывайте. Давай, Льва Николаевна, говори, как прожили день вчерашний. С Божьей помощью. Я не слышу, поближе, подойди сюда. С Божьей помощью и прожили день. Так как утром молились, чтобы мы этот новый день прожили без греха, мы и старались. И самое необходимое, то, что хотелось бы иметь, это было пожелание идти в храм. Ну да. Мы нас благословили, идти в храм. Да, благословил вас, как простились. Я сказал, никакой машины, чтобы не звонили, не трогали, машина не садится даже. И пошли вы не в Никольский собор, а в Знаменский монастырь. Я правильно понял? Правильно. Вот идите, я говорю, с Богом, две сестры, подручки там, чтобы не упасть. Все, пошли. И что дальше? Ну, пришли мы туда, в этот храм. Прежде чем прийти, там новость появилась такая, телефон с собой, и постоянно что-то там отвлекается человек. Ну, уже шли мы с не очень хорошим настроением. А так кто отвлекается-то? Сестра Надежда отвлекалась. Все на телефон, да. А если она приедет? А если она приедет? Ну, мы же идем в храм. Ну, мы же должны выполнить самое основное. Мы же к Богу идем. Что Господь нам скажет? Господь нам сказал, когда мы в храм пришли и молились, что там есть и бесноватые люди, и дети. Служба длинная была? Служба была длинная, но какая она была очень приятная, потому что были, ну, проведены по порядку все, что необходимо было, и кофейзмой, и благодарение Богу, и владыка живота моего после псалмов были молитвы. И, кроме этого, еще сзади меня была икона, на которой было написано «Господи, праведен ты, Еси, и суд твой праведен». Я повернулась, смотрю, ну, не видно, какой же молодой человек там. Молодой он был человек, монах, очевидно. И в руке держит он этот список. Меня это очень обрадовало. Да это же ответ твой, Господи, на то, с каким мы должны были желанием сюда прийти. «Господи, праведен ты, Еси, и суд твой праведен». И четыре вопроса у меня в голове стояли. Для чего мы это делали? Для земного или для небесного? Что написано в Божьем Слове об этом? Святое Писание нам говорит. И какое благословение мы утром хорошее получили. И не будет ли это на соблазн наше посещение? И что наша совесть нас будет ли обличать за это? Молитва идет. Слово Божье читают. Слава Богу, что мне Господь дал возможность все слышать. Рядом шумят там и все. Я не отвлекаюсь. Я слышу Слово Божье. Бытие. Третья глава. Исход. Притчи. Евреям послания. И Луки. На Божественной празднике Божьей Матери почти одинаковые чтения. Немного там. Только разница. Вот когда бытие или исход включается. Разные главы читаются. Но я все это слышала. Я очень благодарна, что мы посетили это место молитвы. Но по благовествовать не пришлось. Потому что рядом в территории народ радостный был. Улыбались друг друга, приветствовали, обнимались. Мы были там чужими. Но были рады тому, что Господь позволил побывать на этом месте и прославить его за великую его милость и любовь к нам. Единственное только что огорчение. Вот с Надеждой Васильевной мы вот в этом разошлись. Но прежде всего мы должны исполнять необходимое, что нам было вами сказано. Машины и прочие виды транспорта не использовать. Ангел считает наши шаги. Мы пришли туда. Также обратно должны уйти. В мире. Потому что мы были после службы. И под этим впечатлением должны были явиться сюда. И возможно, можно было с вами поделиться сразу же своими впечатлениями. Если это было возможно. Если бы дал такое Господь. Ну, получилось у нас разделение. И остальное сама сестра пусть и расскажет. Зачем я буду говорить? Мы же молимся, что в последней части молитвы Ефрема Сирина и говорится. На свое говорище я обращаю внимание на остальное. Закрой свои глаза и уста. С этим я и очень довольна вчерашним днем. Вчерашней молитвой. И то, что у нас, кроме этого, молитва была семикратная, стопоклонная. Как мы все это с удовольствием выполняли. Например, я с удовольствием выполняла. И радовалась тому, что такая у нас великая возможность. Ноутбук почистили. Он хорошо произносит все слова. Четко, ясно. Кроме этого, я еще посмотрела фильм, который ссылку дал Вальтер. Фильм не открывался. А тут вот мы по этой ссылке, я его даже дважды посмотрела. Как человек спас мир. Про Станислава Географовича Петрова. Слава Христу за все. Слава Христу. Так, ну, Надежда, рассказывай, как было. Она правильно рассказывает? Ну, она про себя рассказывает, значит, правильно все. Она рассказывает, видишь, вдохновенно рассказывает, как было. Молились, какое чувство там, а каписти понравилось. Я только не пойму, вчера, вот когда вы уходили, здесь вижу, как Толстого, в разнобои пошло. Одна подошла, другая возвращается. Потом это вышло. Ты на ту сторону улицы пошла. Зачем идти, когда тротуар здесь? Ничего не понял. Думаю, в мусорный ящик мимо что-то выбросить. Нет ничего. Гляжу дальше. Шагает так бодро. Даже не верится. Ну, почему по разные стороны улицы пошли, так не знаю. Ну, и все. Ну, я, у меня как-то привычка такие углы срезать, вот, чтобы мы сразу на ту улицу, большой угол, прямо так, всякая диагональ короче двух катетов. И я вот и в Потеряевке так вот углы срезаю, и здесь тоже. То обходить нужно вокруг, а я вот так... Ну, ты шла по проезжей части дороги. Это опасно во всех отношениях. Большой широкий сделали у нас тротуар. На нем ребятишки катаются, чисто, красиво. И вдруг повросите... Машины идут одна за другой. Да, машин совсем не было утром еще. Пошли... На проезжей части дороги, говорят, не ходить, если нет машины. Это человек оправдывает. Я пошел туда, но это уже на том свете оправдывается он. Показывает картина, машины друг друга стукнулись. И летят туда, в небо двое, и каждый показывает. А вот написано в книге-то по правилам движения. Это уже на том свете они доказывают. Чего же это вы по врозь-то пошли? Я дальше уже не знаю. Но потом я была огорчена тем, что Любовь Николаевна всегда старается сразу. Тогда какой-то случай у нас был, еще не исполнилось. Вернее, у меня исполнилось. Она говорит, встань, я говорю, надо поехать. У нас сегодня свободно будет, я поеду туда. Она говорит, я ей сказала об этом, но она мне посоветовала, что ты откажись, пока не ездит тебе. И я сразу Тане позвонила, что не приезжай, я никуда не поеду. Я еще не просила у Игнатия благословения. Она не приехала. А Любовь Николаевна уже успела. Я с ней поделилась. Она мне посоветовала, я исполнила ее совет. Говорит, я постоянно ее советы исполняю. И я отказала. Она не знала, что я отказалась. А уже Володя звонит. Вот она с Татьяной куда-то едет. Вот, 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 вот. И вчера также. Я еще с тобой не переговорила, что мне надо в офис по телефону. Телефон исправить там. У меня много очень дел. И в пенсионный отдел зайти. И говорю, Таня сегодня свободна. Она мне, может, отвезет. Я с ней поделилась. Она уже успела тебе говорить. И этим меня огорчило. Я говорю, еще неизвестно, приедет ли Таня. Поедем ли мы. А ты уже успела Игнатию передать. Зачем ты это делаешь? Я с ним сама лично по телефону. Если Таня приедет, то я с ним переговорю. Попрошу благословения. А ты-то зачем? И всегда она вмешивается. Вот часто по телефону говоришь, она уже начинает вмешиваться и говорит громко. Я говорю, я по телефону разговариваю с человеком. Зачем ты вмешиваешься? И всегда так это получается. И здесь тоже самое. И она этим самым меня огорчила. И я повернула на ту сторону. Я обычно всегда углы по диагонали иду. И там тоже улица. Так прямо идти. Обход такой большой. А я вот так срезаю по диагонали. И иду короче. Короче. Проезжая дорога счастья по диагонали. Понимаешь, что это такое? Это опасно? Да только вот здесь по дороге. А там-то по тротуару уже шли. И она потом перешла и шли по тротуару вместе. Ну и пришли. Я просто сказала. Говорю, зачем ты об этом говоришь Игнатию прежде меня? Я сама ему скажу. Она всегда... Вот это меня всегда огорчает. Что всегда вмешивается, врезается. Даже в разговоры. Даже по телефону говоришь. Или с кем ты разговариваешь. Она обязательно вмешается. Вот это мне не нравится. Я говорю, не надо этого. Мне же не 10 лет, что она начинает на меня шуметь. И все. И голос повышать. И я начала повышать на нее голос. Конечно, я не права. И я об этом сразу каюсь. И пред Господом, и пред ней. Вот ты думаешь, на чьей стороне послушает кто скажет? На твоей стороне эти люди-то будут. Играти. Где бы что ни было, обязательно. Вот когда я тебя на санках-то вез, и они ничего не знают. Там столько осуждений. Человек упал. Она не знает, что я ее вез. И вез. Когда мы здесь с Володей работали, я пошел. Она за водой не ходила бы. Санки-то вез когда. Обязательно. Из-за стола не вылезла. По сей день еще трясут по интернету. Почему? Они такие и есть. Они находят пищу. Не надо было. Ты просто сам себя показать тебе нужно. Это реклама своего рода, я называю. Я всегда за водой хожу. Мне легко. Что я четыре фляжки не привезу, четыре-пятилитровки. Привезу. Нет, садись на санках. Куда я сяду? Куда я? На кого? На эти баллоны. Ну, просто глупо как-то. Вот вставай на санки. А там вот такой, мастенький такой. Как я встану? Я встала на них и упала. Ну и что, что упала? Я сама поднимусь. Что ли с особенного? Раз ты уже решил это показать, рекламу такую провести. Не надо мне рекламировать. Ты уже рекламу пошел в воду везти. Ты остановись сейчас. Не остановишься. Вот понимаешь, нет. Тут что ты говоришь. Вот она говорит по телефону. Она видит, что ты не дело говоришь. Она тебе делает замещание. Вот вы двое живете, и уже мира нету. А мы с Володей живем. У нас никогда, ни разу, ни в чем. С Игорем Дубновым 14 лет, и не было ничего между нами. Все-таки женщина виновница в этом. И вот это вот сразу. А вот это за нее реклама. Какая реклама, когда работаем и снег долбим. Ты видишь, уже самоосуждение сделала. И теперь говоришь и разговариваешь не просто с посторонним, а с мужем так. Ну что тут, эта властность, она ни к чему не приведет к доброму. Ну, я вижу, что огорчение у вас было до произниха, такой день. Машина была, привозила, Татьяна? Когда мы в магазин пришли, мы должны были хлеба купить и рыбы. Пришли в магазин, и Таня мне позвонила, что она свободна, может помочь мне. И приехала. И я тебе начала звонить, что с Таней мне в офис нужно и в пенсионный отдел съездить. Любовь Николаевна говорит, нет, мы должны домой пойти. Я говорю, я с Игнатьем переговорю сейчас и решим этот вопрос сами. Ну, я с тобой разговариваю, ты говоришь, мы на молитве. Ты говоришь на молитве, ты все равно раз, другой, третий. Для тебя главное, что ты затеяла, тебе надо сейчас дать. Я не успеваю отрываться, какая молитва-то. Я подождала маленько. Да, оправдываться не надо, но права она. Сказали, договорились, машина, чтобы никакой не было, все равно ты ее вырвала. Я Тане сказала, не занято. Тысяча отговорок, но все делаешь по-своему. Вот в чем дело-то. Она тебе как раз наставляла, не надо это, придем домой и проведем день. Ну, мы же договорились. Я уже знаю, что это будет. Предупредил. Тане не звонить. И при ней было, я запретил это делать. У тебя своя семья, муж крайне не расположен. И все это обратится против меня. Я же предупредил. Она у тебя стоит, как ангел-хранитель рядом. А ты ее уже во все отвергаешь, а она не такая. Ну, и понятно, что никак. Ты не права. Я ее не отвергаю, она все правильно говорит мне. Я сейчас разговариваю, ты меня перебиваешь. Это невоздержность просто такая. Свободно перебиваешь. Ну, я еще не закончил даже говорить, ты по интонации видишь. И сразу раз, мгновенно оправдаться надо. Я сказала, ты нарушитель. Пошли не вместе, сразу с дороги-то, с тротуара ты сошла. И там что было? На меня звонить, ничего этого не надо делать. Я все время занят. Вот сейчас я сижу, ты бы знаешь, я каждый день 14-16 часов за компьютером. Думаем трехтомник издавать. Оно не сходится текстом. И я вчера сколько бился, бился. И на контроль, и поставил. И там еще человек пытается, Вячеслав такой знаток. И он говорит, я ничего не могу сделать. Я заново начинаю по-новому. Это 752 страницы, корректуры делать. У вас никакой заботы этого нету. И я вчера весь день жжу глаза. У меня и глаза слезятся. Ну, 16 часов попробую. 14 это минимум я сижу. Договорились. А теперь две сестры, там Ирина Кондратюк, Ксения там, да, вот. А она второй том ей дал. А я думаю, полтома от каждой взять и сам проберю. Вот тут работа идет. У вас ничего этого нет. А между собой двое. Двое. Тебе уже девятый десяток, девятый десяток вовсе уже катится. И все равно нет мира. Не по-моему. Полслова не сказал, тут же перебивает и жена доущества в безмолвии. Павел говорит, учить не позволяю. Павел стоит грозно тебе, говорит, не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Да пошел ты. Без безмолвии. Ну, хоть раз выслушали это. Павел это говорит, Павел. И нужды никакой нету. А Павел говорит, думаю, имею Духа Святого. Тревожная обстановка. Я очень рад, что Любовь Николаевна здесь живет. Там где-то она сказала, как, даже полсекунды не даете, чтобы обдумать, что сказала. Я теперь буду думать. Ну, вот как Памбе. Он говорит, а что не ходишь на занятия? А какая тема? Ну, удержи язык своего зла, усасывай от лукавых речей, если хочешь видеть дни и благи. А то говорит, постой, постой, повторим так. Хочешь дни и благи. Через три месяца только встретился Памбе. Говорит, а что на занятия не ходишь? Но я еще это предложение не изучил. Удержи язык своего зла. А тут сколько слушаете, и наговорено, Библия насчитана, и никакого толку нету. Совершенно. Полная невоздержность. И смотри, вот новые люди, которые пришли. Сколько они в моих трудах заходят в книгах, выставляют. Я сам уже не знаю, что это написано было. Я могу сейчас просчитать. Вот мне нужен Володя здесь, если подойдет. Я просчитаю. Это она выставляет Ткаченко. Находит. Какие стихотворения. Я давно это забыл. Прямо забыл. Вот как Господь делает. Я встаю утром, теперь смотрю. Она опять зашла. Усатая это Наталья. Книги мои, да том такой-то. Вопрос такой-то. Ну, это патриарху слушать только. Сегодня я бы даже не сказал так. Я вот к себе все это перетаскиваю. Сейчас покажу. Вот такое дело. Смотри, как получается. Притом это не один человек считает. Она выставила в интернет. Это в интернете есть. И она берет все с моих книг. Екатерина Ткаченко. Вопрос 3179. Это вот так, чтобы вопрос я отвечал. И это ни у одного священника. Нигде этого больше нет. Нигде. Это в одиннадцатом числе у меня. Из книги Лапкина и Т. Открытым оком. Том 17. Я не знаю. Видно нет будет. Вопрос. Неужели так и нет никакого шанса у России стать сильным государством. А церкви православной уважаемой всеми. Но это мне задают в университетах, где я вел занятия. Бывает, я проводил занятия во всех пяти отделах милиции города Барнаула. В городском УВД и краевом. А там сотни офицеров сидит. Сотни. И вопросы серьезные дают. В местном виде. Я отвечаю. Про государство заботятся другие, чтобы оно устрашало других. Нам это не вменяется в обязанность. Нам главное, чтобы люди примирились со Христом. Познали волю Божию. Тогда и государство в целом будет не столь жестоко к людям. Не будут так блудить, воровать, грабить и убивать. А вот что касается церкви, то есть снова Бог давал шанс через перестройку. Полная свобода идти на проповедь. Нести чисто евангельское учение. Этого не произошло. И не могло быть при мощах и живых мертвецах. Работников нет, а есть варьё и шакалы жадной душой. Исайя 56, 11. И это псы жадной душой, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. Деньги, деньги, деньги. Выходит, показывают сейчас, военных стоят. Женщины военные, молодёжь по военной форме. Храм специально построили военный-то. И стоит патриарх, говорит слово. Если бы глаза закрыть, мирской человек. И вот Иоанн Лесвичник, понимаете, он говорил. Это Лесвичницу написал. Люди, которые набиты храм военными. Там люди гражданские стоят. Какой Лесвичник? Да вот он говорит, это вот лестница, это как лестница на небо. Христа нету, Библии нету. И он говорит, это поднимаемся кверху, чтобы нам жить правильно. Не вниз идти, не говорит в ад в преисподнюю, и вы загоняете попы, патриархи. Он не говорит. И вообще слово Христос отсутствует, Библии нету. И он этого Иоанна Лесвичника мусолит и мусолит. Это Патриарх говорит. Но я не думаю, что сам он говорит. Если ты так боишься, чтобы тебя не посчитали каким-то фанатиком. Не говори тогда совсем. Еремея 51-37. Это у меня в книге записано. И Вавилон будет грудоразвален. Жилищем шакалов, ужасом и посмеянием перед жителями. Без жителей. Без жителей. Это как раз Вавилон, а это Рим. Но оказалось, Рима три. Второй Константинополь. Древний Рим первый. Стамбул теперь. И третий Москва. Третий Рим. Захватили. Организация такая работает. Третий Рим так и называется. Эпифаний Славенецкий. Канонизированный говорит. Третий Рим Москва. А четвертому не быть. Вот ущиц какой будет. Грудоразвален. Жилищем шакалов. Если бы попавшие за рубеж верующие, я там был, там покаялись, обратились к Богу, и потом таких же воспитали бы потомков, то в России они могли бы начать труд евангелизации. Я там сижу, митрополит, епископ, и я беседую там не один раз. Месяц август, 1992 год. Нью-Йорк. Синод. Но там такая же дореволюционная мертвичина. Те же храмы и монастыри, мощи и колокола, мироточение и властность. Если бы стали открывать приходы и епархии для труда евангельского в России-то, если бы не грызли друг друга, то сегодня уже положение в корне могло бы измениться в храмах. Но время ушло. И лютуют попы и беззаконные архиереи, властвуют над дурачными прихожанами. Никаких решений ни собор, ни архиереи за рубежи не вынесли. Кроме как доработать акт о совместном причастии. А уже архиереи пишут ультиматумы не о лояльности даже, а о полном подчинении сирианским попам с угрозою. Разве человек, боящийся Бога, может выдавать такие слова верующим, свою беззаконную волю преподнося как волю Божию? Мне известно, что архиерейский собор призвал свою пасту, в том числе и меня, отложить все споры и разногласия, являться спасительное делание восстановления единства русской церкви, пишет Евтихий. Только вечером послание там было, оно у меня есть абсолютно противоположное, а мне ночью явление было. Там был мой брат Иоаким, все это известно. Иеремия, 23-21. Я не посылал пророков всех, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Это говорит как от Бога. Мне ночью откровение было от Бога, чтобы мы все сделали из-за московской патриархии. А у меня это первый наказ, завещание. Никогда ни под каким видом. Они сразу нас загрызут и убьют. В духовном смысле. Иеремия, 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Говорит Господь Богу, на ум не приходило, что они делают. В храме там что изображение? Там Путин, Матвиенко, Шойгу. Все собраны в храме. Это все показывают. Кадила сколько? Батюшка бросит, там вот такой вот, чтобы... Ну ладно-то. У них кадила какое-то, специальное поддувало. 4 килограмма загружают, и чтоб на полтора километра запах был. Это все у них обдумано. И теперь смотри как. И из Ихиля, 20-32. Это из книги моей. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Так это про нас говорится. Так, Евтихиевы перлы повесли и над нами. Он требует, епископ Евтихий, от священников, которых у него в десяток-то не набирается. Следующее отречение от истины. Я осознаю, что противодействие решениям соборов и правящему архиерею может именоваться бунтом против законной церковной власти и повречь за собой канонические меры наказания. То есть, если не подчинишься, ну и все. Жизнь твоя окончилась. Я перед Богом стою. Зачем я тебе нужен? А чтобы нас отдать подчинение тому, который был Максим. Ни одного, говорит, епархиального собрания не было, что он вами не начинал и вами не кончал. Это уж милость Божия, что такой митрополит сейчас так расположен к нам ездит. Митрополит Сергий Иванников. Это отец родной. Лица, не пожелающие подписать этот уведомительный лист, ставят себя вне прихода Парпоцезе, управляемых епископом Евтихием. Ну, это, значит, в небе мы нас должны вычеркнуть. В мировой истории это не было, когда мы не против, все соглашаемся, и вдруг, а я вас знать не знаю, если ты не подчинишься моему решению. А протестовать данное положение они могут только в архиерейском синоде, либо непосредственно в первой иерархе митрополита Лавра. Ни митрополита Лавра никого нет. И вот мы сидим в местной епархии, тогда был здесь митрополит Максим Дмитриев, где-то в Ельне он там служит, и наши Евтихи. Ну, как вы не верите, это вот он гарант ваш, не епископ Евтихием. Да он болеет раз, а теперь он ничего, у него нет ничего сейчас, он-то как службу правит собором. А этот, перекинули его и нет, кому бы я верил, где гарант? Это, он же говорит, что вы свободны будете. В решении же собора ни слова нет о ликвидации приходов РПСЗ на территорию России. В решении-то нет этого, ни одного слова. Речь шла о признании акта каноническом, что у нас можно прищищаться им, а русским можно у них прищищаться. Больше ни о чем речи не было. Записывать не давали, глушили, стирали магнитофоны. У нас Виктор Андреевич Яковлев там был. Не дали, не дали... А то что? А то кто ж так учил-то? Если вы говорите, а потом... А я знал, что на это мне остановятся, они будут добавлять дальше. Все пошло так, как я говорил. Так. Тем более передачи их под пресс, зверствующих, по архиереям московской патриархии. Дело даже не столько в сергианстве, в экуменизме, сколько в разности духов. Очевидно, Евтихи предложили другое место, и даже за границей. А эти махонькие приходы повелели ему сжечь, уничтожить, чтобы порошинки не было в памяти. Сегодня есть отдушина, куда могли поражаемо уйти. Завтра же только в сектанты. Если я с ними не согласен, ну куда? Ну и так и пошло. Тринадцать разных юридикций образовалось. Святая Библия и Христос абсолютно не нужны дельцам от религии. Дельцы. Деяние 20.30. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Притча 19.1. Лучший бедный, ходящий в свои непорочности, нежели богатый, стал живыми устами и притом глупый. Три тысячи лет назад это уже сказано было. Первая Тимофея 1.19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. В речах членов комиссии, рвущихся к объединению, цинизм и бесстыдство сочатся в каждой фразе. Второе Петра 2.18. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Долгие десятилетия яд поражения таили под языком зарубежное. И ныне распоясались, глумятся над памятью своих предков и первоиерархов. Кладут записки на их гробы. А нужно было после этого вскрыть гробницу Иоанна Шанхайского-то. И посмотреть, не перевернулся ли он за ночь-то в гробу, чтобы не видеть ваших бесстыжих физиономий, животолюбцев. Второе Тимофея 2.17. И слово их как рак будет распространяться. Второе Тимофея 4.3. И будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху их. Так, в нормальном приходском уставе, который нам прислали вначале еще, сказано, что кто восстает против курса РПЦЗ, не может быть членом церкви. Итак, ныне это исполнилось на всех патриотах соединения с советской сталинско-бериевской структурой. Там же написано, в нормальном уставе, кто восстает против курса РПЦЗ, а там кто разговаривал, на них вообще не считали. Мне писал митрополит Виталий, мы стоим прямо на грани, чтобы объявить всю патриархию безблагодатной. Что они делают? Ни одного архиерея не было, который не был завербован в КГБ. Ни одного. Второе Тимофея 4.4. От истины воротят слух и обратятся их басням. Матфея 23.15. Горе вам, книжники, парисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, в Америку поехали, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. А они этого не знали. Когда я был в Синоде в Америке, в Нью-Йорке, в 1992 году, и сказал, что они ничем не отличаются от патриарших по жизни-то. О, как они возревновали! И кто бы мог подумать тогда, что сам Синод вляпается в эту авантюру, чтобы стать сельгианцами, испытать чашу предательства краснопогонных попов на себе? Да по делам же вашим и конец ваш! Премудрец Соломона 13.10. Но более жалки те и надежды их на бездушных. Обьюродели от взглядов на патриарха-вероотступника. Премудрец Соломона 15.5 взгляд, на которые возбуждают в безумных похотения и вожделения к бездушному виду мертвого образа. Никто не возревновал, когда потянулись первые паломники к служителям неправды, прислужникам деспотов. Первая Маковейская, 2.24. Увидев это, Маттафия, что жертву приносит один. И все стоят, вот как Бурнбранд, Ричард Бурнбранд. Когда советские там в Румынии восхваляется, стоит один за другим, она рядом с Самира сидит его, или с Сабиной. И что он говорит? Это советская власть и безбожная церковь даже подчиняться. Ты что сидишь-то на мужа-то? Меня сразу арестуют. А я на тебя глядеть не хочу. И сидят там в зале. И он выходит, я слово прошу сказать, а там эти, которые советские, это все кто? Это хороший человек. Он уважаемый в народе, он скажет, будь здоров. А на улице везде эти динамики говорят, и он начинает говорить, предали Христа, христопродавцы. Куда мы пойдем? А я перепрессовал со Шрицарем Бурманом. У меня переписка с ним была. И все, его арестовали. И дальше сейчас фильм показан, как его бьют, подвешивают. Видела? Да, мы видели. Вот как. И вот увидел это, Матафи возревновал один-то, зарядепитал внутренность его. И вот пламенилась ярость его по законе. И он, подбежав, убил его при жертвеннике. С кинжалом прямо и сразу зарезал. Те, которые, эти, фемиамы советской власти воскурял. И народ остался холоден и безразличен, как при расстреле царя. Первая Маковейская, 13-7. И воспламенился дух народа, как только услышал он такие слова. Кто из мирян, священников, ахиреев до конца понял, какой соблазн они дают этим соединением с нераскаянными старинистами сирианцами? Второй Коринфян, 11-29. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Это я даю ответ, когда ты меня спрашиваешь. На ответ. И дальше здесь, как я говорю, непроходимые пути не перечесть. Природная, в горах и по болотам. От камнепадов грохот и пожаров треск. Тьма непрорубная, шутя, обложит плотно. Тоннели рубят и наводят гати. Мосты понтонные, через пустыни трассы. Строители дорог с бельем пугают. И непогода добавляет страсти. Равняйте путь и убирайте камни. К сердцам людей путь Господу готовьте. И тьма неведения расколется и канет. Понятно, что задача не для дохлых. Все суеверия, прадедов предрассудки. Традиции языческих явлений. Все по боку. День ясности наступит. День нескончаемый юнский летний. Христос есть путь. Не заблудиться с ним. Ивангельскую веру возвышая. На нем епископ и сенот стеснит. Беда от них заржавленных большая. Завалены обряды поворотов. В них правила движения сокроют. Сигнали истинные вывернут напротив. Ловушки всем незримые устроят. Каноны длинные и темные повторы. Стократно путаницы смели усыпить. Властянеца монажеская шоры. К воде чистейшей не дают пройти. Условности и сложности завалы. Забвение писания. Ущелья. Как вызволить из-под словес славяне. Библейские колодцы из которых черпать. Корнями тьма привычная вросла. И драть приходится взрывая в луны. Монашество затворы. Выжечь все дотла. Не дать их заклинаниям себя пленить. 19 июля 2006 года. Игнатий Лавкин. И сразу другое стихотворение. Выставила. Катерина Ткаченко. Гробы окрашенные обличал Христос. Святошь тогдашних и вождей жидовских. Излицемерились. В неделю дважды пост. А милосердие скупясь забыли вовсе. И падали слова Иисуса в них. И раны в язвы вскоре застарели. На пятницу пришелся злоб и пик. Приговорили Господа к расстрелу. Россия спятила с голговского ума. Страдания Агнца службой заменили. И проповедь в презрении была весьма. Живые гробили под монастырской гнилью. Живое. Христос им тыщет Библию под нос. А слов Писания скукожился и дьявол. А эти метроносные со скрежетом в разнос. Когда дела их высветились явно. Христос, Господь, Иисус в одном стихе. У Павла, у Петра, Иакова, Иуды. И все по ревности, как в древности Михей. Лишь волю Божию трубят они повсюду. Помилуйте нам, скажет прихожанин. При чем здесь я? Нас к слову не пустили. Без Библии, конечно, священство не рождало. Давили службами весьма преизобильно. Гробы окрашенные, свечки вопиют. Четверодневные, смердящие попоны. Создали в алтарях отшельникам уют. И мертвичиной храм безмолвно полнят. Как глянешь, что не поп, то красный гроб. Их кладбище, их с кладбища смог вызволить лишь Ленин. Обрядности тлетворнейший микроб. Изъязвил ступни ног по самые колени. Гробы не двинутся, с мощами витражи. В них тыщется слепотство их паства. От благовестия воскресните и растрясите жир. Тогда всеобщее провозгласится Пасха. 12 января 2008 года. Игнатий Лапкин. Спаси ее, Христос. Вот как ответы давал. Не где-то давал, а в самых больших залах. Конгресса интеллигенции. На разных коллоквиумах. Даже на одном, помню, Жаря Салфера был лауреат Нобелевской премии. Это Бог дает. А вы двое рядом, старушонки, беззубые. И мира нету. Она сказала, в самом деле, она говорит, как было там. Нет, я что-то поторопилась. А ты продолжаешь ее винить. Она говорит правильно. Договорились вернуться. Было без машины. Все нарушено. Она удержать не может. Почему? Прихоть. Сразу сказала, да, сестра, я не права. Смиритесь. Прикусите. Кусать-то, правда, языке уже нечем. Ладошкой хотя бы закрой. Галошками им прикрой. Я говорю о том, что полезно. Вам я заранее знал. Просил ее. Любовь Николаевна, останься здесь, поживи. Облегчи мою участь. И так и случилось. Ух ты, фух. Сразу недовольство такое. Ну, что вы. Ну, понимаешь, старобрядческий. У них юмора не было за 360 лет никакого. Ну, хотя бы одно слово. А смотри, какие юморные бывают рассказы. И пишут кто. Салтыков Щедрин пишет. Вчера выставили здесь. Вообще. Это... Я сейчас вот покажу. Ну, не поверите. Ну, указывается страница какая, где он говорит об этом. Так. Где искать его сейчас? Я не знаю. Щедрина. Сейчас, подожди. Откроем. Просчитаем. Вот так. Сейчас мы все это натянем. А, Б, Б, Г, З. Ж. Так. Жениться. Женщина. Значит, не там. А в другом месте. А где? Вот ответ быстрый. Вот теперь я тут могу найти быстрее. Там много разного. Вот смотри. Так. Минутку. Поведение. Сюда. Вот оно где. Смотри. Нашел. Михаил Евграфович Салтыков Щедрин. Как правило, писатели, это люди бедные. А он был губернатором края. Отценно говоря. Называется сказка о ретивом начальнике. С кавычки открыты. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. В ту пору промежу начальства два главных правила в руководстве приняты были. Первое правило. Чем больше начальник вреда делает, тем больше отечеству пользы принесет. Вон такой юморист был. Так. Науки упразднит. Польза населения напугает. Еще больше пользы. Предполагалось, что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит. А второе правило. Вот второе правило какое. Как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что люди своим делом заняты, а еврейцы субъекты досужие и к обряду способные. Собрал начальник евреев и говорит им. Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит? И ответили вы евреи единогласно. Да то ли, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, да коли наша программа вся во всех частях выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтоб мы еврейцы говорили, а проще, чтобы молчали. Чтобы наши еврейцы-то затеи и предложения-то принимались немедленно. А проще их желания, чтобы оставались без осмотрения. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холле и в нежни, проще всех в кандалах. Чтобы нами, еврейцами, сделанный вред за пользу считался. Прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы от нас, от мерзавцев, никто слова сказать не смел. А мы, евреицы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем. Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится. Ладно, говорит начальник, принимаю вашу программу, господа мерзавцы. С той поры вредят евреицы невозбранно и беспрепятственно. Так, Салтыков-Щедрин, Москва, художественная литература, центра, что-то там СС. Том 15, книга 1, страница 292-296. Вот как. А у старобряцев нет юмора никакого. А у православных иногда и бывает. А как бывает? Мужик идет и смотрит лев. Господи, да дай ему сердце человеческое, чтобы не нападал-то. И вдруг лев встал на задние ноги и стал считать, благодарю тебе, Господи, что даешь мне обед в свое время. Молитву, которую считает, он еще задрал и съел. Сердце человеческое. Так-то он прошел мимо, а он вымолил его, чтобы у льва было сердце человеческое. Вот как. И такого-то сколько раз можно где-то как-то тронуть? Нет. Все сразу в тыщок. Поэтому мира нигде и нету. Нас сегодня Господь собрал здесь. Мы поговорили о добром. Как быть? Я тебе сказал, договорился о машину. Не трогать, не садиться, обойдетесь. Нужно было вместе. Вместе пошли. А вернулось бы, вот как говорит. Не вопроса нет. И на душе довольство было бы. Ну мы пошли молиться. Никакие дела не решать не надо. Ну а когда мне сделать это, если ты не разрешаешь никуда? Обязательно ты виноват, а ты не разрешаешь. Два месяца я уже в бане нельзя. Значит, до Пасхи. Ну вот уже Пасха подходит. Нельзя, нельзя. Понимаешь? Ну я два месяца уже не хожу. Я уже не могу в голове. У меня здесь уже все чешется. Иди сегодня, иди сегодня. Да, а куда я пойду? Пешком я не пойду никуда. Ну понимаешь, у тебя все одно это зловоние идет. Вот, вот, как эти мерзавцы говорят. Мне не дают, то другое. Не разрешаешь? Приспособься, что есть. Златоуст прямо говорит, в семь недель никто не мылся. Ой, не надо. Ну это было время, а сейчас другое совсем. Я говорю, Ян Златоуст говорит. А ты сразу, да не надо. Ну какой у тебя характер? Ты не верующая. Ну так, Игнатий, всему свое время. Ты остановись сейчас. У тебя все время как надо куда-то ехать. В баню надо. Везите меня туда. У нас ни машины, нет ничего. По одежке растягивай ножки. Ну нельзя так. Я не говорю, что тебе не мыться-то. Ну то поехали, сейчас до Пасхи-то хоть выдержи. Перед этим поехала. Проходит неделя. Я мыться надо. Зима. Ни грязи, ни пыли, ничего нету. Ну понимаешь, нету. Вот от прихоти ищет свои нравные написано. Ну больше двух месяцев я и так не хожу. Да, Иоанна Златоуста. Почему он тебе рвет рот-то, дьявол? Определенная ищетка, говорю, Иоанн Златоуст. Не в одной, а во многих проповедях, говорит, во время поста в баню не ходили. Ну и как, дома, значит, обтерлась там влажной тряпочкой, да и все. Девятый десяток, ты же не молодая. Там еще, которые молодые, действительно надо, может быть, хоть дома в бане, в печке помыться. Нет? Сколько мы раз из-за об этом говорили? А ты ходишь, я хожу, я сказал, чистый четверг, на последней неделе я пойду. Я вот приехал на восемь месяцев, два раза только сходил. Ничего нету. Ну да, ничего нет. Так, ну не надо спорить. Какой запах, все говорят мне, что... Ну сейчас, понимаешь, жена-то учится в бейсболе, слыхала? А ты сразу, ну да, то есть прерываешь, под боему должно быть. Ты начальник, как сталтыщиха. Прям казни предала бы меня. Я говорю, отвечать я буду за свои слова, а ты за свои. А тебе уже никогда не ответить. Учится безмолвие, я как раз учу. И ты сколько раз меня прервала только во время этой беседы. Еще тут не удивляться, ты ей противоречила так. И все зря, и она уже не такая. Кого с тобой? Таню поместить? И Таню грызть начнешь. У тебя они, ребятишки, все там, сама их отвозила туда, к баптистам. Сама. Состояние ее аховое. Поэтому ты находишь там утешение. Не надо это делать. Живем один раз. И все это может кончиться внезапно.